Роман Иевлев, владелец частной стоматологической клиники, свой бизнес открыл в декабре прошлого года. Медицинское оборудование, расходные материалы, удовольствие не из дешевых. Покрыть часть расходов помогла городская субсидия, которую врач-стоматолог получил в рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего бизнеса. Организация собственного бизнеса, особенно медицинского, требует изначально больших вложений. И я узнал о программе поддержки малого и среднего бизнеса. И в итоге я получил субсидию, что мне очень помогло для организации своего бизнеса в том виде, в котором я его представляю. На благо пациентов, для восстановления их здоровья и благополучия. Впрочем, администрация сегодня помогает не только начинающим предпринимателям. Это известная усадьба Кошмана, отца русского чая. Здесь даже в дождливую погоду всегда есть гости. Летом на экскурсии сюда приезжают целыми группами. Едут со всей России и не только. Цель – попробовать самый северный в мире чай. Как-то в свое время предпочитали индийский и китайский, но не краснодарский. Поэтому для нас это такое открытие, новый опыт. И в принципе, очень всем понравилось и все довольны. Предприятие «Салахаульский чай», которому принадлежит усадьба Кошмана, включили в программу по развитию агротуризма. Здесь с плантацией в 126 гектаров в год собирают около 35 тонн чая. Туристам предлагают зеленый, черный, с травами. Участие в городской программе позволяет предприятию развиваться, рассказывает агроном Владимир Гребенюков. А еще в рамках программы по поддержке малого бизнеса «Салахаульский чай» бесплатно или на льготных условиях участвуют в городских и всероссийских выставках, ярмарках сельхозпродукции. Руководство города помогает нам на ярмарке, то есть даже оплачивает нам где-то, помогает. Туристов очень много. И для нас хорошо, и для края хорошо, и для города хорошо. Потому что хоть знаю, что в Сочи не только что это Красная Поляна, лыжи и море, но есть еще и горы, и есть еще чай. Вообще, муниципальная программа поддержка малого и среднего предпринимательства в Сочи действует не первый год. Помимо выдачи субсидий на возмещение затрат при открытии бизнеса и финансовой поддержки для аренды выставочных площадей, предприниматели могут рассчитывать и на субсидии для уплаты процентов по кредиту. И не только. В этом году у нас программа предполагает расширение мероприятия. Еще одним – при получении краевых осигнований в части софинансирования. Также мы будем софинансировать первоначальный взнос по договорам финансовой аренды лизинга. Это одно из самых обширных мероприятий. Ранее оно финансировалось из краевого бюджета. Теперь оно будет осуществлять поддержку для местных предпринимателей. В прошлом году городской программой поддержки малого и среднего бизнеса воспользовались 23 предпринимателя. С начала этого года профинансировано 6. И это только начало. Как рассказали в администрации, благодаря участию в городских программах, даже несмотря на трудности в экономике, спада предпринимательской активности на курорте сегодня не наблюдается.